В первых двух букв есть еще кое-что. Сегодня мы решили не только испытать следующего участника, но и немного познакомить с культурой нашей большой страны. Встречайте, гость из Африки, Лахсен Алхедж. Меня зовут Лахсен Алхедж. У меня уникальная память. В школе мне легко давались физика и математика, но совершенно не шла история и география. Однако с тех пор, как я стал тренировать свою память, моя жизнь кардинально изменилась. Я начинаю заниматься в начале дня, когда мое сознание свободно, когда я максимально сконцентрировал. Начинаю тренировки с карт, потом запоминаю числа, лица, имена. Я занимаюсь каждый день. Такова жизнь мнемоатлета. Еще я стараюсь читать как минимум одну-две книги в неделю. Я думаю, если знание – это сила, то наша память, которая хранит эти знания, это суперсила. Проект «Удивительные люди» очень вдохновляет. Мне очень нравится идея этого проекта. Она уникальна, именно поэтому я здесь. Здравствуйте! Здравствуйте! О, у вас прекрасный русский язык. Скажите, а до приезда в Москву вы когда-нибудь видели матрешек? Я впервые их вижу. И они прекрасны. Сделаны вручную, и это удивительно. В общем, мы для вас придумали довольно сложное испытание с матрешками. Правда сложное. Способен ли человек запомнить одновременно цвет, размер и последовательность множества объектов? Проверим вместе с Лахсеном Алхеджом. В студии мы видим 50 разобранных матрешек, то есть всего 250 фигурок. Мы заранее перемешали семьи, чтобы максимально усложнить задание. Семьей мы называем пять матрешек, выставленных по росту. Но они все разноцветные, то есть у них, они генетически разные матрешки, просто только по росту. Нашему участнику предстоит за пять минут запомнить последовательность матрешек в каждой семье. Это бестрота невероятная, как это запомнить? А затем по памяти восстановить эту последовательность. Итак, прошу приступать к запоминанию. Время пошло. Лахсен, прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Тишина в студии. Василий, что думаете? Мне кажется, можно забывать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЛАДДИСМЕНТЫ ПЛАДИСМЕНТЫ Матер? У меня, видимо, в магазине завтра будет большой возврат матрешек. Все разнообразные, но это похожи. Разно видно. Осталась минута. Невозможно успеть. Не успею. Нет. Все. Время истекло. Тишина. Тишина, чтобы Локсен не расплескал. Прошу вас, занимайте кресло. Теперь я прошу ассистентов завязать Локсену глаза и надеть наушники с белым шумом. Сделано. Теперь я выберу одну, ну самую маленькую матрешку, одну маленькую из пяти. И покажу всем номер семьи. Ну даже не знаю. Ну вот какая-то такая матрешка. Вот она выглядит вот так. А вот важно понимать ее номер. Итак, матрешка выбрана. Случайно, поверьте. Ставлю ее на стол перед Локсеном. А теперь в мир матрешек окончательно и бесповоротно приходит Вавилон. Уважаемые звездные гости, пришло время вашей любимой игры «Наруж гармонию». То есть можно создать на стенде абсолютный хаос. Перемешать всех матрешек еще больше. Прошу. Это мы умеем. Ой, да. Хочется тоже обнести какую-то лепту. Хоть куда. Как угодно, что угодно. Какие красивые. Очень красивые разные. Но можно даже по росту их не выставлять. Они могут стоять. Да, мы так и делаем. То есть совсем чудные композиции. Но так как и до вашей деятельности задание казалось бессмысленно сложным, то теперь это просто катастрофа. Что предстоит Лохсену? Ему предстоит рассмотреть эту крошечную матрешку на столе, которую выбирал я. А потом воссоздать всю ее семью. Я напоминаю. Казалось бы, было просто, если нужно было найти подходящих по рисунку матрешек. Но нет. Мы же помним заранее. Все матрешки были перемешаны. И семьи состоят из совершенно непохожих друг на друга матрешек. Так вот, Лохсену нужно воссоздать эту необычную разноцветную семью, в которой была вот эта крошечная матрешка. Итак, помогите, пожалуйста, Лохсену избавиться от наушников и повязки. Итак, Лохсен, вы должны найти всю семью этой матрешки. Если ваш выбор будет верным, все номера внутри матрешек должны совпасть. То есть внутри матрешек есть номера. И они должны совпасть с номером, который на подошве у этой маленькой матрешки. Лохсен, прошу вас, вы можете приступать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Готово? Готово 106, я вас позвали, а не так удивительно, ведь аплодисменты не случайно, но я хочу вам сказать, что этот эксперимент при мемотехнике наш автор придумал, но он оказался бы невозможным видником для одного из мемотехник, для участия в этот решение в зонах. Окончательное решение, когда будете считать, что вы готовы, кивните. Давайте поаплодируем, потому что этот процесс был завораживающим. Матрешки были удивлены, с ними никто никогда так не общался, это было в этом что-то было магическое. Можете присесть? Давайте проверять. Матрешку, которую выбрал я, номер 43. 43. Это значит, что внутри каждой матрешки должен быть номер 43. Начнем проверку с ближайшей по росту матрешки. Это выбор нашего героя. С надписью 43. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующая матрешка. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Высок, которое вызывало сомнение. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот если бы сейчас была возможность предложить другую матрешку, вы бы хотели предложить другую или все-таки проверяем эту? Я был немного растерян, но думаю, что это именно Анна. Отлично. Будем проверять эту. Бочонок с номером. Молодец. И, наконец, глава этого пестрого семейства. На удивление, внутри бочонок. С номером. И этот номер 43. Вероятно. Это фантастически сложная задача. Фантастически сложная. Я потрясен, потому что это было бы сложно, даже если бы это были одинаковые семьи. Ну, во-первых, я уверен, что Лаксан теперь выучит слово «молодец». Молодец. Это хорошее слово, но просто любопытство ради. Могу ли я попросить, Оль, вас? Подойдите сюда, сейчас одну вещь проверим. Подкрывайте, пожалуйста, несколько матрешек, чтобы убедиться, что там нету номера 43. Чтобы не оставалось ни одной секунды, ни у кого никаких сомнений. Ну, можно даже не показывать, достаточно ваше умение. 47. Да, 47. 31. У меня 50. 30. Оль, спасибо большое. Нет сомнений. Спасибо. То есть, любой человек, у которого оставались хоть какие-то сомнения, мы хотели это продемонстрировать. Лаксан, снова вам аплодисменты. Это было потрясающе.